Всем привет! Кто подписан на мой инстаграм, тот знает, что я участвовала в кукпетовском марафоне. Ну и кто вообще меня смотрит в плане, как уже подписчик такой конкретный, то в каждом ролике, под каждым роликом, даже так скажем, в инфобоксе есть куча всяких ссылок, включая на кукпет, но и на странице о канале тоже есть ссылка на кукпет, где я репощу, в основном пощу, конечно, так скажем, рецептики, и там иногда бывают всякие конкурсы, была акция «Три звезды собери», надо было, в общем, 12, грубо говоря, недель, постить по одному рецепту в неделю, ну и вообще-то не то чтобы условие обязательное, но желательное условие на кукпет, если вы сидите там, то раз в неделю рецепти какой-нибудь скидывайте, и вам за это дадут какой-то опрыс, какой опрыс, неизвестно, как бы секрет. И ещё был кулинарный марафон, вообще он у них четвёртый для меня, это был третий, и в этот раз я в октябре, из-за этого на канале практически не было так роликов, ну долго не было роликов, или там долго шёл какой-нибудь монтаж, или я там обещала что-нибудь записать, а то у меня откладывалось, 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 потому что я торчала большую часть октября на кухне, с 1 октября по 29 октября, ну на самом деле до 19 ноября мне как бы это было 29 дней, чтобы человеки прошли два раза по 29 дней, ну на самом деле не по 29 дней два раза, но чтобы кто-то начал позже, чем 1 октября, то успел до 19 ноября включительно последний день марафона, и как бы каждый день надо было постить рецепт. Если первый раз я участвовала, для меня первый раз, да, вот второй у них марафон, где-то примерно в сентябре вроде как был год, как я туда там появилась, и меня нашёл человек через Инстаграм, потому что кто не в курсе или кто в курсе, меня помню на каком-то стриме спрашивали, типа, ты постишь кмешный, то какой-то в Инстаграм, ты что там, какой-то фудблогер, или ещё что-то никогда на эту тему не задумывалась, просто постила еду я. До Инстаграма это был какой-нибудь ЖЖ или Тифаретнику, да, я постила еду, или которую готовила, или которую ела, по большей части, которую готовила. И человек меня пригласил, вот я там стал постить, как бы постить рецептики, какие-то исключительно от балды, какие-то там в интернете, который увидела, чуть изменила, попробовала, какие-то делала даже фотоотзывы на рецепты людей, которые там выкладывали свои же рецепты, раньше это называлось СНАП, сделать фотоотзыв, ну, в смысле, выложить фотоотзыв и приготовить по чужому рецепту. И первый, помню, марафон, там вообще можно как бы, когда они начинаются, вплоть до того, что я вот сделала сегодня такой-то бандерброд на завтрак, вот я его зафоткала, так я его делала, вплоть до напитков вообще самые простые блюда, первый раз у меня так и было, второй раз я не помню, что-то я вроде даже специально готовила, иногда я из Инстаграма выдёргала старые рецепты со списком приготовления и инструкцией по применению, скажем, даже так и фоткой, а в этот раз я что-то дала себе такое задание, что надо конкретно что-то путное готовить, и по большей части так и было, и про запас у меня что-то было из черновиков, выставляла, очень удобно, кстати, с приложениями, с телефона пользоваться, и кто не в курсе, это изначально японский сайт, по-моему, в 97-м году его какой-то японец родил, он ещё есть английский, ну, много на каких языках, и вот есть русское приложение, но я подозреваю, что это приложение не только русское, у меня тут сейчас в закладках то, что я планирую приготовить, всё никак руки не дойдут, халва, вообще я делала одну халву, ну, тут вот халва именно по рецепту с купе, две халвы от одного человека, разные халвы, и одну халву я делала как раз вот с сайта, про который говорила, возможно, в предыдущем ролике, который ещё не смонтировался, только-только вот закончила писать, и ещё лаваш дома сделать, что мне второй раз я покупала в магните за последние две недели лаваш, мне как-то не везёт, я попадаю, когда у него уже там срок годности, через пару суток закончится, и просто раз он не закончился ещё раньше, не то чтобы закончился, он у меня умер раньше, чем у него закончился срок годности, вот тут у одной девочки есть, как приготовить лаваш. Тут, наверное, отсвечивает, вот я постараюсь показать, вот так он с телефона выглядит, очень удобно управлять именно с телефона кукпэдом, хотя из компа тоже, вот человек, когда я была в деревне, как-то вот ещё в сентябре, и надо было раз в неделю запостить рецепт, а я была в деревне без сети, и мой товарищ по скандалиту мне помогал, ну, скидывала данные, объясняла в скриншотах, как что сделать, чтобы запостить рецепт. Вот, ну, если у вас есть человек, которому вы доверяете, и в нём уверены, то и вы при этом на кукпэде, и раз в неделю у вас там в какой-то неделе, в какой-то зоне такой недосягаемости интернета и мобильной связи, то можете кого-то попросить. В общем, перехожу к призам, получилось так, что мне прислали и за три звезды, ну, я так и думала, что вот, наверное, скорее всего одно послание, и за сам марафон, всё в одной посылке, прислали призы, и буквально вот сегодня это получила, вообще 13-го отправили, 16-го получила. Как бы я что-то, на что-то, ну, ожидала, что-то меня удивило, обрадовало. Ну, на самом деле, очень положительные эмоции, когда я открыла посылку, я уже зафоткала в Инстаграм, чуть позже выложу. И ещё один был маленький, такой забавный бонус. В общем, как бы, сам, сама вот эта фишка с, даже не то, чтобы фишка, призы вот на этом марафоне, была там дистанция, по-моему, неделя, один день, неделя, ещё как-то, ещё как-то, и вот 29 дней, плюс там ещё розыгрыш, но в розыгрышах я всегда попадаю мимо, так что я даже как-то не рассчитываю на этот розыгрыш, сейчас у них, по-моему, 7 тысяч, 10 победителей методом тыка, случайным числом получают 7 тысяч на продуктовую картину, и у них эти 7 тысяч уже было на конкурс, там 34 номинации, тегов, вот эти стикеры, которые я в Инстаграм периодически пощу, которые мне периодически выдают, и та электронная книга в 20 рецептов, которую я обещала обозреть, и ссылку кидала в разделе ютубного сообщества, вот как раз вот что-то похожее. Ну и там можно было получить, допустим, стикер, потом стикер участника, доступ к кулинарной школе, я такой, славопок, только сегодня обнаружила, как получить этот доступ, и еще что-то такое, вроде электронная книга. Потом вторая, там вторая дистанция, уже такие ощущаемые призы, это был коврик для выпечки, он слегка помялся, потому что пока ехал в посылки, такой этот почтовый пакет, коврик для выпечки и полотенечко, вот из ощущаемых предметов, но мне очень хотелось специи и контейнеры, я решила, чтобы на 29 дней постить рецептики, ну и что-то путное, уменяемое, делать такое, что вот захочется мне самой повторить, есть какие-то у меня, конечно, рецепты на кокпаде выложены, что я реально записывала то, что я делала, и вряд ли это повторю, и есть то, что я повторяю, или то, что я вот ежедневно, не то, что ежедневно, но периодически готовлю, в общем, у меня есть два коврика для выпечки, есть вот такая забавная штучка, это видимо бонусом, я не знаю, как активному участнику, или что-то такое, вообще она выглядит вот так, в сложенном виде, кокпад съешь меня, ну вообще кокпад считается правильно, а дальше, кокпад не ешь меня, я еще не сфотографировался, у меня тоже иногда такое бывает, вообще мне ссылку кидали в инстаграм на эту штучку, как они ее тестили, хотят люди, не хотят, но и вот тут мне только кокпад, как бы сам, само название, логотипчик, я иногда что-то готовлю, и понимаю, что забыла сфоткать, хотя уже вот весь процесс зафоткала, и там остается только какой-нибудь маленький кусочек из того, что изначально было, конечно, я подозреваю, что забуду про эту штучку, но, наверное, ее надо все-таки взять на кухню, поставить на самое видное место, я еще умею это забывать про еду, мне тетя сказала писать стикеры на холодильник, как раз у меня есть стикеры, в общем, у меня два коврика, один коврик мне за три звезды, за акцию, а один коврик мне вот как приз от марафона. Это у нас антипригарный лист для выпечки, многоразовый, размер 25 на 33 сантиметра, мне его даже практически не придется срезать лишнее, потому что у меня примерно вот где-то вот 25, ну там 24 где-то у меня противень с одной стороны, 24 на 24 квадратик, ну так как он будет вот так вот слегка подниматься вот по самому противню сверху, то вполне себе очень даже к месту. У меня есть один коврик для выпечки, марминтон или как-то так, я на Азоне заказывала, но он был слегка шире, я его срезала. Ну, иногда надо все-таки два коврика для выпечки, я рассчитывала, что как раз думаю, ну получу потом этот коврик для выпечки, сваяю какое-нибудь печенье, вот сегодня как раз собираюсь сваять, а тут даже у меня теперь три коврика для выпечки получается, хотя у меня вообще в моей маленькой электропечке только противешок и вот такая как решеточка. Он похож на мой тот коврик. С разницей у меня на коробочке с ковриками было пара рецептов, а тут нету такого, счастья тут нету рецептов. Тут только что возможно раскатка, еще что-то, но тесто. Вот. Такой вот коврик для выпечки. Меня очень рада. Спасибо, Куппет, спасибо, что я, спасибо мне, что я такие сделала эти 29 рецептов. Потом полотенечко, но это вот за первую, первая часть этих ощущаемых призов, по-моему, за 15 дней, посетение за 15 рецептов, 15 дней участия. Полотенечко, 100% хлопок, по-моему, Бангладеш, и это из Икеи. Да, Бангладеш, сделано в Бангладеш. В общем, хорошее, такое полотенечко беленькое. В ифраше иногда похожее дают в подарок за заказ. Два коврика, полотенечко. Дальше у нас шли специи. Ну, я не знала, что там конкретно будет. Я думаю, может, какие-нибудь маленькие мешочки, как вот я в Абхазии покупала за 200 рублей эти 5 штучек, малюсеньких, там, не знаю, по 30, что ли, грамм, или вообще по сколько там грамм. А учитывая, что вот это выглядит вот так, и здесь 100 грамм, то скорее всего, там вообще грамм 20 было в этих мешочках, которые я в Абхазии покупала. И там ещё, у меня помню, был лавровый листик. Лавровый листик, опять в виду специи. Тут у нас смесь специй для рыбы. Состав на основе паприки чабер, может, не знаю, что это чабер. Я думала, может, это чабрец, только они допечатали. Укроп, базилик, кориандр, петрушка, 100 грамм логотип, купет. Прикольно. Такой прозрачный пакетик. У меня, правда, нет такой большой коробочки для специй под такие специи. Надо обзавестись какими-нибудь баночками для специй. И ещё одна смесь, овощная, состав паприка, зелёная и красная, лук, сельдерей, морковь, томаты сушёные, 100 грамм. У меня там есть томаты сушёные, они сами высохли, несколько штук виноградных помидорок, потому что я про них забыла, они созрели и высохли. А тут конкретно так томаты сушёные. Я тут делала ёжики, правда, ещё не пастила их рецепту этот самый в купе с гречкой. Мне тут тётя подкинула идея, что можно изменить на гречку. Они у меня пока в морозилке, и завтра собираюсь их сделать, чтобы съесть. И вот, может быть, туда засыплю рядом водичку. В общем, вот такие вот мешочки с приправами. И контейнеры. Сейчас я прямо при вас их распечатаю. Кстати, ещё тут две бумажечки. Я это уже когда фоткала, они у меня как раз там будут в Инстаграм выложиться. Кукпэт, публикуйте рецепты каждую неделю. Учёные доказали один рецепт, равно одна неделя классного настроения. Не знаю, какие учёные на самом деле, но в принципе почему бы и нет. И ещё, Кукпэт, показывайте ваши награды в соцсетях с хэштегом DS Кукпэт нижняя полосочка ру. Для нас большая радость видеть ваши эмоции. Ну, думаю, видео тоже должно быть радостным. Я там сделаю тоже хэштег, ну и в Кукпэт, в смысле, этот, Кукпэтовский, вот это скину, как говорила в Инстаграм, может даже в ВКонтактике запастю. Ещё мне там дали эту виртуальную сетевую грамоту, у меня там куча стикеров накопилось, как обычно, я всё время забываю в Инстаграм скидывать, ну и я подозреваю, что это всё вместе закину. Вместе с этими стикерами за марафон, там ещё три стикера у меня было, вот как раз этих наград, номинации, или что-то такое, уж не помню. То, что я недавно закончила, где там было 3-4 номинации. Ну, вообще бы я не смогла, потому что там была ещё мужская кухня, а не мужик. И новичок, потому что я как бы уже год тоже как бы не могла им попасть туда бы. Ну и вот такие бумажечки, там вот эта вот грамота, стикеры. Ну и вот последняя, осязаемая, сделана 25 августа 1934 этого года, Икея. Тут у нас 5 контейнеров, они называются Реда. Так, сделана в России. бумажечка. Вот оно. Кстати, такой интересный пластик, он как бы ну, вроде и прозрачный, при этом не совсем. Я тут открываю, вам не видно. Один крышечка, как матрёшка русская. Дальше ещё крышечка. ещё крышечка. У меня когда-то давно были круглые контейнеры, но они были металлическими. И от них осталось только один самый маленький контейнер, и он без крышки. и ещё крышечка. Сейчас я их достану. Оно вот такое вот, ну, шершавенькое. На ощупь ощущение, он будто много маленьких точечек. интересный такой. Прямо СМРный звук, да? Давно не касалось СМР, скажет кто-нибудь. В общем, а внутри оно такое гладкое, чем вот контейнер. Написано вообще, насколько оно. его можно в маязилку, его можно в микроволновку, видимо. Тут выгравирована так, что я нифига не вижу. И тут даже какие-то циферки. Внизу там два кружочка с циферками. В общем, вот он. Вот он. Вот он. Вот он. И самый маленький. Можно в микроволновке, разогреть. Можно в морозилку что-нибудь засундучить. Можно в холодильник что-нибудь в них поставить. Можно где-нибудь положить, закрыть крышечкой и пойти в гости с этим что-нибудь. Так, что он у меня? О, слушайте. Только я думала, что он у меня не закрывается. Не пойму как. Оно закрылось. Вот он. Вот такие замечательные контейнеры и вообще такие призы за кулинарный марафон. от Кукпэд. Пять контейнеров. Еще раз покажу. Набор специй. Полотенечко и коврик. Ну, и еще один коврик там тоже за другую акцию, скажем так. И вот такая замечательная фигнюшка. Вот так. Если вам тоже что-нибудь подобного хочется, у них периодически на Кукпэд проходят всякие конкурсы. Если вам везет в тех, которые методом тыка с набором случайных чисел выигрывают, то вы можете выиграть фартуку или там монетку на продуктовую корзину. Если вам как в ней не везет, то можете принимать участие просто в кулинарном марафоне. Даже просто интересно, захватывающе как-то организовывают. Всем спасибо за просмотр и всем пока. И спасибо, Покупает.